Замыслов Много о чем вы писали Я не встречал ровным счетом нигде Даже На закрытых йога Ретритах Что такое ретритах Ваши книги выдающиеся И очень ценные работы А вы удивительная личность Спасибо Спасибо, стараюсь То есть я стараюсь себе задавать такие вопросы Которые я уже в книгах не нашел И получать Или искать на них ответы самостоятельно Так, вот Сергей Мартынов мне пишет Как убрать полип в желчном пузыре Буду очень благодарен Вы знаете, я В газете ЗОЖ встречал Различные статьи В том числе О том, как убрать полип в желчном пузыре Я, конечно, мог бы Поискать, посмотреть На эту тему Вот Что-то там такое найти Так Далее вот Продолжим Вот полип в желчном пузыре Ладно, полип Если я написал Если он не беспокоит То Ну, будем говорить Кроме что, знайте, что есть полип Можно на этом остановиться Далее он спрашивает А с чего начать При эрозивном гастрите Можно острое Он же С Сергей Мартынов То есть у него не только Полип в желчном пузыре А значит эрозивный гастрит С чего начать То есть это уже другое Что-то То есть одно зацепилось за другое Или одно перетекает к другому Или одно следствие второго Далее Пишет Можете скинуть книги по питанию По чистке питания Если не затруднит Буду очень признательно Я эту акцию окончил И вас всех отсылаю на свой сайт Все выложено там Бесплатно Заходите как в библиотеку И читайте Я ему посоветовал принимать Черный тмин То есть если эрозивный гастрит Это говорит о том Что что-то Выдает эту эрозию Разъедает Что-то это как правило Какая-то Болезнетворная микрофлора Или грибки Черный тмин будет прекрасно С этим справляться То есть Надо Пробовать что-то делать Спрашивают У меня вес 54 килограмма При росте 1 метр 74 Скажите Мне голодание Больше 20 часов Противопоказано или нет Сережа Ну вы вот Как бы сказать Вы хотите Чтоб все Вот я как-то рассказал Разжевал Там в рот положил И там заглотили Ё-моё Ну Книги есть Понимаете У вас оказывается Не просто У вас уже и вес понижен И вес понижен Далее он спрашивает Можно с вами Войти на связь Для консультации Чтобы вы имели Полную картину Об организме Выйти то на связь Можно Выйти Но Все дело в том Что это в первую очередь Необходимо вам Вы должны разобраться В своем собственном организме Если вы хотите разбираться в своем собственном организме Почему у вас Эрозивный гастрит Который Является следствием того Что Нарушена микрофлора Скорее всего у вас Постоянно идет газообразование У вас неправильное пищеварение У вас много что идет неправильно Плюс вы возможно любите Сладкую пищу Там еще что там Что вам хочется Но с другой стороны Оно делает в организме Совсем иную работу Чем вам бы хотелось И вот вы пытаетесь со всем этим разобраться Вот как раз Для таких людей Вы не обижайтесь В моей книге Чтобы вы могли разобраться Со своим здоровьем Посмотреть чего растут ной Что и как там происходит С вашим организмом Скорее всего Скорее всего Что у вас мощный дисбактериоз Который Нарушает пищеварение Что ведет к сниженному весу Раз Второе У вас Значит Микрофлора неправильная Которая уже начинает Стенку кишечника Есть И третье Указывает на то Что это уже же Микрофлора Начала делать Разного рода Колонии В виде полипов В данном случае В желчном пузыре А если посмотреть Там возможно еще есть Посмотрите на свою шею Подмышку Есть ли висюльки у вас Если они есть Это говорит о том Что уже там Полипы Есть вам все То есть Вас Вот на мой взгляд То что я просто прочитал Уже Колонизировали Разного рода Болезнетворная Микрофлора И она Вас Эксплуатирует Как планету Понимаете И туда и сюда Она уже Полностью Поэтому Вам Что необходимо сделать Противопаразитарные Процедуры С чисткой организма Они спрашивают Можно ли голодать Или не можно ли Там голодать То есть У вас должно быть Понятие Что с вами происходит Вот примерно У меня уже сложилось Из того Что вы только написали Понятие Что с вами происходит Это Колонизация Вашего организма Болезнетворной Микрофлоры Которая Можно сказать Вот знаете Вот Лично для меня Все ясно Что Как идет Поэтапно Поэтапно Нарушение Пищеварения Это где-то Примерно Будет Газообразование Или там Неоформенный Стул Или еще Там что-то Такое Естественно Пониженный Вес Из-за этого Далее Значит Естественно Нарушаются Слизистые Оболочки Кишечника Микроорганизмы Раз И Уже Вполне Ясно Что Эти Микроорганизмы Когда они Сделают Своё дело Они уже Там Я так это Называют Начинают Делать себе Гнезда Начинают Делать себе Разного рода Как бы сказать Дома То есть Они уже Растят Плодовое Тело В виде Полипа Дальше Пойдет Еще больше Как против Этого Бороться Это Как Противопаразитарное Лечение Направленное На Нормализацию Микрофлоры Там На Ну уж Глистов Не буду брать Микрофлоры Очень Хорошо Вот Я На своем Опыте Убедился Действует Черный Чайная Ложечка Натощак Не разжевывая Раз Запили Водой Пошла День Два Три Загружайте Чтоб Все там У вас Было В этом Черном Мини Он давал Дух 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 Этот Дух Как раз И убивает И гонит Разного рода Грибки Микрофлоры И Вредную И вы посмотрите Стул Начнет Оформляться Газообразования Нет Ну вот так Вот я вам сказал А связываться Со мной Ну вот Пишите Что там Связывается Так вот Что-то Углубляться Углубляться В ваше здоровье Ну я вам Помочь Помогу Как вот сейчас Я помог Ну так Чтобы знаете Вот прислали Вот Читайте Что у меня там Такое И так далее У меня просто Нету желания Ага Алексей Замыслов Мне ответил Как Надо Сделать Значит Чтобы была Видеотрансляция Алексей Большое спасибо Я прочитаю И это дело Сделаю Роза Каченок Вы спасли От смерти Многих людей Я так Хочу сказать Так хочу сказать Что вы сами Себя спасли От смерти Главное Что вы искали И нужная информация Ну пускай Собранная мной Уж ладно Лежала Была Вы ее взяли И применили Так точно Она сейчас Лежит в библиотеке И ждет Вот Когда Сергей Ее почитает Что по этим делам Заниматься То есть Тут даже Знаете Не надо Вот Целенаправленно У меня Эрозивный Там Гастрит Значит Вот Лечить Вот эту Эрозию У меня Полип Непосредственно Воздействие На полип Это говорит о том Что у вас Весь уже Организм Выведен Из нормальной Работы И надо Эту работу Восстановить А не то Что что-то Лечить Лечим Мизинчик Потому что У меня тут Нарывает У меня тут Болит И так далее Это говорит о том Что весь организм У вас уже Тем более Если это касается Кишечника Вот что надо делать То есть В целом В комплексе Работать над собой Добиваться Нормализацию В первую очередь Внутренних Сред организма Которые Влияют За жизнедеятельность Очищать их От разнородных Паразитов Которых уже там Полным-полно И далее Уже Грубо говоря Наращивать Жизненный потенциал Тема Чечения организма И здорового Адекватного питания По-прежнему Актуальна Говорю Это Как Йога Титчер И человек Из сферы Хеолити Просто Вы пока Не попали В формат Скорее всего Я уже Из него Выпал После нулевых Дело в том Что большинство Книги И сложные вещи Связанные Со здоровьем Это Нечто Недоступное Лимит Времени У многих Весьма Ограничен И поэтому Мисс Медиа Активно Наслаждают Простые Очень поверхностные Идей Похожи Больше На развлекательные Вещи В духе Суперсоветов Аля Что съесть Чтобы похудеть Но это Не работает И люди Продолжают Искать Помощи Как правило О Алексей много Написал Помощь приходит От компетентных Людей Умеющих Простыми словами Так сказать На пальцах Вот как я сейчас Сделал С этим самым Ну только что Рассказывал Что нужно сделать Чтобы проблема Решилась А проблема Насколько Все мы можем Видеть Все те же Лишний вид Отсутствие Тонуса Боли разной Природы Сонливость Депрессия А Одиночество Это Это С Корень У всех проблем Лишь один Невежество Да В первую очередь Это невежество Потому что Человек Эксплуатирует Ну грубо говоря Со дня Своего рождения Свой жизненный Потенциал Пытаясь На нем И заработать То есть Осваивая Какие-то Профессии И наслаждаться И отрываться И линейца И все Понимаете За все Это надо Отдавать Свою собственную Жизненную Энергию И Естественно Как Особым Таким Устройством Этому Устройству Вредить Энергию